Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Кудрявцева Татьяна Юрьевна, я профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и руководитель магистрской программы «Цифровая экономика» и «Бизнес-аналитика». Наша программа ориентирована на освоение компетенций трех современных профессий – финансовый аналитик, бизнес-аналитик и аналитик данных. Уникальность программы в ее комплексном, межотраслевом и междисциплинарном характере. В учебном плане мы сочетаем освоение экономических и управленческих компетенций, жестких и мягких навыков. Так, обучение на программе ведется совместно с Институтом компьютерных наук и технологий Политехнического университета. И этот блок дисциплин позволяет освоить жесткие навыки, а именно применение сквозных технологий и инструментария сбора, моделирования и анализа данных. Я веду дисциплину «Цифровая экономика» на магистрской программе «Цифровая экономика и бизнес-аналитика». Наши магистранты погружаются в цифровую образовательную среду с момента зачисления на программу. В процессе обучения мы используем интерактивные образовательные технологии, элементы геймификации, а также технологии Bring Your Own Device, то есть активное использование смартфонов и других персональных гаджетов. Для поддержки учебного процесса и командного взаимодействия используются современные платформенные решения для совместной работы распределенных команд, такие как канван-доски, Miro, Discord, Kahoot и многие другие. В процессе обучения студенты уже с первого курса погружаются в реальные исследовательские проекты в аудиторном формате, активно применяются технологии дизайн-мышления. Нашими партнерами для исследований выступают такие компании, как ПАО «Газпромнефть», «Билайн», «Холдинг Швабе», «ПАО Северсталь», «Холдинг Ленгполиграф Маш», «Союз промышленных дизайнеров» и многие другие. Мы активно вовлекаем новых партнеров для участия в нашей образовательной программе. Меня зовут Иван Кулагин. Я начальник отдела по развитию и продажам корпоративных решений и сервисов ПАО «Вумпелком», торговая марка «Билайн». Основная ценность бизнеса – это наши абоненты, и для них мы полноценная экосистема цифровых продуктов и инновационных сервисов. Наша компания, как и Политехнический университет, динамично следуем по пути цифровизации, поэтому активно взаимодействуем. Наше участие в качестве экспертов в магистрской программе «Цифровая экономика и бизнес-аналитика» на семинарах, мозговых штурмах и презентациях позволяет студентам осваивать новые навыки и компетенции, погружаться в реальные проблемы и задачи бизнеса, что позволяет на практике закрепить полученные знания в ВУЗе. В «Билайн» существует программа стажировки молодых специалистов, и совместная работа позволяет заранее увидеть и трудоустроить ребят из ВУЗа, выпускники которого ценятся во всем мире. «Газпромнефть» – одна из лучших компаний для начала карьеры молодых инженеров и программистов. Ежегодно практику и стажировку у нас проходят более 200 студентов из Петербурга. По статистике, каждый пятый из них после выпуска приходит на работу в нашу компанию. Каждый год в разных отраслях появляются проекты, которые радикально меняют традиционные бизнес-модели. Это явление мы знаем по банковской сфере, агрегаторам такси и рынку онлайн-продаж. «Газпромнефть» идет тем же путем и строит первую в мире цифровую нефтяную компанию. Мы трансформируемся из потребителей технологий в их создателей. Уже сейчас объемы данных, которые генерят наши заводы и нефтепромыслы, сопоставим с хранилищем компании «Яндекс». Мы научились вместе эффективно работать с ними, добыть первую в мире нефть, найденную с помощью искусственного интеллекта. В этом году исполняется 10 лет, как «Газпромнефть» переехала в Петербург, который стал для нас технологической столицей. Здесь создан уникальный Т-кластер, в котором работают тысячи разработчиков и программистов. Каждый наш проект объединяет профессионалов самых разных специальностей — геологов, физиков, математиков, программистов. А я создаю сервисы, которые помогают им эффективно работать вместе и развивать технологии, аналогов которых в мире зачастую просто не существует. С этого года в партнерстве с Политехническим университетом мы запустили новое направление сотрудничества — программу по бизнес-анализу. С ее помощью тот, кто еще в начале карьерного пути сможет вместе с нашими наставниками попробовать себя в работе с реальными кейсами из проектов «Умной энергетики будущего», а в дальнейшем присоединиться к нашей команде, чтобы вместе менять мир к лучшему. Также мы не забываем и о научной деятельности студентов. Каждый студент имеет возможность продвижения своих научных результатов в многочисленных проектах Политехнического университета, а также в изданиях и научных журналах Политеха и других ведущих российских и зарубежных журналах. Мне повезло уже на первом курсе обучения войти в состав междисциплинарной команды под руководством Рудской Ирины Андреевны и участвовать в работе над научно-исследовательским проектом, который был поддержан Российским научным фондом. Данный проект направлен на разработку цифровой модели региональной инновационной системы РФ как драйвера устойчивого развития. Знания, получаемые в ходе обучения по программе цифровая экономика и бизнес-аналитика, дают мне прекрасную возможность выполнить поставленные передо мной задачи и почувствовать себя частью команды генератора идей по применению цифровых технологий в экономике. Наши выпускники готовы работать в условиях вызовов цифровой действительности, решать проектные задачи цифровой трансформации экономики и внедрения цифровых моделей в производство, финансы и образование. Я прохожу практику в компании СпортЭго по производству инновационной спортивной одежды. Компания начала реализацию проекта по цифровизации своих бизнес-процессов. Благодаря знаниям и навыкам, полученным на программе цифровая экономика и бизнес-аналитика, я успешно работаю в команде этого проекта. После окончания магистратуры я не только продолжила свою научную деятельность, но и смогла на практике применить полученные в магистратуре знания и навыки. Я принимала участие в проекте по цифровой трансформации проектных работ для строительной организации «Брусника», в которой разрабатывался лабораторией промышленной системы потоковой обработки данных совместно с высшей инженерно-экономической школой. В процессе работы над проектом в части технического аудита я участвовала в сборе информации для построения моделей бизнес-процессов компании. Я веду дисциплины эконометрика продвинутый уровень и прикладная статистика. На моих занятиях студенты осваивают продвинутые эконометрические статистические инструментарии для реализации практических и научно-исследовательских проектов. В рамках своей магистрской диссертации я исследовала рынок труда, а именно анализировала соответствие между формируемыми в университете и требуемыми навыками в компаниях. В рамках исследования была разработана методика, которая позволяет с помощью парсинга и контент-анализа проводить идентификацию структуры навыков по конкретной профессии, а далее сопоставлять эти навыки с формируемыми в рамках освоения учебных дисциплин и выявлять разрыв. На основании полученных мной результатов по профессиям аналитик данных, бизнес-аналитик и финансовый аналитик учебный план программы цифровая экономика и бизнес-аналитика был усовершенствован, и теперь выпускники больше соответствуют текущим потребностям рынка труда. Поступив на программу цифровая экономика и бизнес-аналитика, вы будете востребованным специалистом.